Стена у нас выполнена из блока, далее идет утеплитель, минерал ватный, он полностью негорючий, крепится на зонтах. Дальше системы из нержавейки, на нее крепится керамогранит. Это пока начальник участка может показать устройство фасада новой школы. К концу мая работы полностью завершатся и будет уже не так наглядно. Для тех, кто постарше, предусмотрели зал побольше. И это не считая спортивной зоны на территории школы. К ее созданию приступят буквально на днях. На следующей неделе начнут завозить мебель. К слову, оснастить школу, в том числе техникой, теперь тоже обязанность подрядчикам. Очень большая школа, очень большие коридоры. Есть специальные классы с мастерскими, с танками. Классы для мальчиков, для девочек. Библиотека с интерактивными досками. А вот столовая не такая большая, как хотелось бы. Рассчитана на 250 посадочных мест. При том, что сама школа по плану вмещает 550 учеников. Перенести или убрать перегородки, чтобы увеличить площадь. Такую возможность нужно обсудить с проектировщиками, подчеркнул Андрей Иванов. Началку в один блок, потому что там особая суета всегда. А вот старшеклассников, которые сами могут себя обслуживать, их в другой блок. И эти потоки действительно должны пересекаться. И мы как раз подумаем тогда, как можно сейчас решение действительно подправить. Поиск педагогов тоже в процессе. Коллектива старой школы недостаточно. Желающих трудоустроиться сюда много. Поэтому кадровый вопрос к учебному году будет закрыт. У нас не будет второй смены? Нет. У нас нет второй смены. Нет, нет, нет. 40 здесь кабинетов. То есть на одном моменте мы можем даже тысячу человек разместить без нарушения какого-либо процесса. Не будет второй смены теперь и в школе в Успенском. Часть учеников переведут в горки вторые. Ее же будут посещать и дети из Лайкова. Места хватит всем. Кроме того, в этом году в поселке впервые набирают не один-два, а сразу три первых класса.